Вот эти абсолютно жестокосердные люди, вместо того, чтобы защищать родину в Курской области, они здесь выкидывают женщин с детьми. То есть на каком основании, причем они же сами не живут на улице, непонятно. Почему вы сами на улице не живете? Ну, просто пузики. Посмотрите, какие у них животы. Отъелись на выкидывание людей из единственного жилья. Вот эти пятиэтажки, которые здесь стоят в советских времен, сейчас переселяются по реновации. Конкретно в этой пятиэтажке матросов дома 27 осталась одна семья у Дьяны Солнцевой. Это знаменитейшее дело, когда женщина бьется годами за жилищное право своей семьи на договор с отцнайма. В этой квартире, откуда, как вы видите, мэр выкидывает ее вот таким оригинальным способом, выкидывали вещи приставы. Я препятствовала, хозяйка квартиры препятствовала выкидыванию. В итоге они дверь, точнее, окна закрыли. Вы видите, что приставы выкидывают вещи. Настолько у Собянина, видимо, все плохо вообще с управлением, что он заставляет пристав выкидывать вещи переселенцев из окон. Но в данном случае ульяне даже квартиру не дают в новом доме, потому что они заключились и до сих пор договор с отцнайма. И наглым образом, как всегда, это делает мэр, выкидывая семью на улицу по программе реновации, замечу. Хозяйка квартиры, бабушка ульяны, в отсутствие ульяны погибла, видимо, от рук полицейских, которые претендовали на эту комнату, как предполагает следствие, то есть дело давно расследуется в СК. На данный момент выяснилось, что, по-моему, через психонерологический диспансер ее воспитализировали, и там, скорее всего, по видимости, убили. Это наше предположение, но ИСК занимается этим вопросом. И до сих пор ульяна не может документально, так сказать, передокументировать это жилищное право своей убитой, видимо, полицейскими бабушке на свою семью, чтобы в дальнейшем, так сказать, проживать в этом жилье. Другого жилья у семьи нет. А семья с детьми, то есть девочка и мальчик ульяны. И сейчас учебный сезон. Вы видите, холодно на улице, повыкидывались вещи, вещи выкидывались из окна. И мы сейчас пройдем с той стороны, и я обращалась к предпринимателям полицейским, чтобы они приняли меры препятствия проникновению в жилище посторонних лиц. Они этого не сделали, и какой-то мужчина не в форме начал просить у меня документов, представляясь работникам префектуры, и спрашивать, почему я против выселения конкретно этой семье.